Это ППШ, почему он с таким магазином, а не с бубном? Потому что бубен снаряжать неудобно, их обычно в комплекте было двое. Мало того, военное производство, у них были конфликты, то есть не каждый бубен подходил к каждому ППШ. То есть нельзя было у товарища взять бубен? Нельзя было у товарища взять бубен, и он с большой вероятностью не подходил. То есть под ППШ подгонялись бубны. Потому что когда их производство, военная спешка, брак почти не отправляли, делали типо размеры. И под этот типо размер подошел вот этот автомат, ему два диска сделали, отправили. А потом решили проблему? А потом решили проблему, потом вот когда пошли Рожковы магазины, они уже стали универсальными, они уже подходили ко всему. А эти приходилось подгонять посадочные места. Ну а так вот, если по воспоминаниям солдат, что предпочтительнее? Здесь много патронов, здесь удобнее перезарядка, что лучше? Ну, есть такие вот исторические материалы? Ну, немцы опять же, штурмовые подразделения используют наши ППШ и используют бубны, потому что с ними с патроном. Ну и плюс тяжелый приклад для рукопашки в этой короткой, да, удобно. Ну, это, по сути, дубина получается, если я его перевернул, то это дубина. Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь в два раза меньше, вон, 35 патронов, да, здесь 7, здесь 30. Ну, их и таскать удобнее. Таскать удобно, да. Ну, подсумок на три. А два магазина, один к автомату, один в подсумке, опять же, у тебя. И россыпью в Сидоре. Ну, и вот на смену ему, кстати, Рожковый пошел в 43-го года. То есть до 43-го года были только дисковые магазины. На смену ему попришел ППС-43. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...